«Душе моя, восстани, что спиши, конец приближается» поется в Великом Покаянном Каноне преподобного Андрея Критского. На пятой седмице Великого Поста вот уже более 1200 лет читается этот памятник церковной поэзии, столь любимый православными христианами. В нем они находят те образы и мысли, которые вдохновляют на главное дело христианской жизни – на покаяние. Покаянный Канон Андрея Критского состоит из 250 церковных стихов – тропарей. Но Великим именуется не только по количеству стихов, но и по силе и глубине размышлений. В Каноне напоминаются поучительные события из Священного Писания, примеры духовных падений и высокой святости, ветхозаветных патриархов, судей, пророков. Есть в Каноне и поучения, рассуждения и проникновенные молитвы. Читая Канон, христианин словно входит в келью доброго мудрого старца, который беседует, рассказывает и вместе с тем смиренно молится. Весь Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского направлен к тому, чтобы пробудить человеческую душу от греховного сна, лености и расслабленности и подвигнуть к строгому самоосуждению. Именно так, беспощадно к самой себе поступила Мария Египетская, юная красавица-блудница. Осознав свой грех, она оставила все и ушла в пустыню. На 47 лет обрекла себя на одиночество и голод. Как образец Великого Покаяния читается вместе с каноном преподобного Андрея Критского и житие Марии Египетской. Во многих храмах Забайкальской митрополии в среду вечером на пятой седмице Великого Поста собрались верующие, чтобы прикоснуться к мудрости и святости, чтобы подчеркнуть духовной силы и вдохновения для покаяния.